у тебя компьютер там починили у тебя шипение все пропало чистый звук ну дай бог дай бог вот игнатий тихонович внутри мы с ним какие монасия вот нашел нас сегодня брата виталия нет три монаха я уже сказал что нас четверо где он позвонить ему что ли я наберу ему сейчас езре можно еще позвонить может он может он уснул тихо прям как монах буддийский что-то она коротко вас так это написано не стригите головы ваши кругом а у вас не кругом у вас шаром поэтому нормально евгений присоединился брат будущий наш оглашенный я уже минут за за 15 до этого думаю дай проверим микрофон и сейчас одну беседу такой записал небольшую давайте давайте через час отходите я встретил человека он говорит о я только начал говорить о вот мнение меня только что дедушка обработал не представился он уже говорил о свете библии это наш и мне сегодня молодежь молодежь и вся верующая называет себя верующими она как копни поглубже то я не веры то никакой нет на самом деле ты в храм давно ходишь давно когда последний раз был на пас я говорю лысый дедушка он говорит нет шапки я такой думаю чё за шапки откуда потому что может быть испугается гляжу как на вас подействует дай думаю я надену пашку смотри какая на патриота от подошвы даму у меня тоже все хорошие были практически один сейчас только увидал меня их там двое или трое и сразу заматерился как всегда я такой слышал наши игры дальше еще не стыдно и вот так вот показа завтра тебя будут показывать по центральному телевидению они умрут какая же я разве полчал тебе материться с чего ради а так уже так заведена сатана дает знать о себе а это хотел спросить как-то ролик раз был просматривал час рулетки там сигнать тихоничем а матерок прозвучал он не вырезает игнать тихонич выставляет с матерками это как-то может не так влиять если я замечу я сразу выкидываю значит я его не заметил вот не заметили игнать их повнимательнее пишут я в администрацию даю они там вырезают еще тут особенного нету если я замечу где-то надо было мне вам написать какая минута какая секунда а если можешь сам вырежь могу вячеслав семенов меня научил я сейчас вот я вот за этот час я уже все еще еще за час я монтирую все 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 матерки вырезаю отлично получает пятидесятницу встретил я пятидесятницу бывшую и объяснил все она так приняла вроде один мужик у меня говори давайте вы моего неважно встретился похоже он знаю узнается со свидетелями его вы из германии и хорошо слушал но я ему маленько разъяснил бывает даже ребятишки хорошо слушают внимательно и все кто-то и кто-то виноват никак человек не привыкнет что главный виновник это в зеркало на тебя посмотрит подойди и посмотри главный враг а наши еще два врага дьявол и мир который засасывает хороший сегодня день я сейчас проповедь выставил который я сегодня говорил не прибавляйте убавляйте 230 что ли человек заглянуло я сегодняшний ролик собрания я посмотрел уже 4119 просмотров я онлайн вот когда на телефон я записывал когда на меня елена то ополчилось 4000 просмотров 119 а прошло то день дня не прошло еще уже через два часа была я в прямом эфире потому что в прямом эфире всегда интересно и на моей странице от играет или на год на своей странице него строчке мне на твоей выставить что ли я я не меня нет такой полномочий на своих страницах выставляю вот и не понравилось что ребенка хотел украсть я сказала нельзя она не просто не желает а потому что сейчас сообщила мне написала письмо наталья усатая муж сбунтовался готов перебить все убить и в окно выбросить просила помолиться у нее такая же ситуация ты маленько то понимаешь чем речь идет у нее точно такая она разведена живет все еще с ним в одной комнате в одной квартире ладно ли это он может ребенка у нее отнять и все она по делу говорит не надо так раз она говорит но почему я там я то почему в ее ситуации виновата но она живет в одной квартире с бывшим мужем а виноват я виновата не хочу сделать на вас что ты фотографируешь рядом он выставляет видит фотографии то он их делу пришивает она говорит не фотографирует и лезешь ну зачем же она уже в истерике а ты все лезешь это неправильно это не то что неуважение а ты не понимаешь за нее христос умер и павел как строго говорит чтобы кого не соблазнить ты уже наказан был за это говорят нельзя отошел да и все чуть-чуть я смотрел где твоя аппаратура бы была разбита пол и ты ничего не понимаешь что мужчина вот такие нормальное духовное состояние что ли тут же убрал вы сказали я убрал я вам звонил хотел посоветовался вот этот ролик чё чё теперь его удалить какой ну собрание который ну ты там посмотри где мой ролик она ко мне претензий никогда не имела не имеет вы тут же ее фотографируйте вы тут же ее ребенка фотографируйте все нормально я фотографирую все у нее теща там или кто-то свекровка а ты в общину ходишь только вот с кабелем с каким-то это самое она мне дала знак чтобы я сфотографировал меня она просит позвонить от тебя в истерику падает ну и чё это нормальное состояние что ли ты не торопись выносить решение тебе сказали ты отойди я тебе сказал сегодня напомнил об одном она ушла и все я я хотел вот этот ролик который уже уже 4 тысячи человек просмотрели удалить чтобы ее муж и не увидел то она уже меня свои пугают хотя не должен как она крещение принимала лагеря не замужем в этом можно заказываться на непонятно чё в этом можем своим каким-то попал на королесят потом мы виноваты а вот так и игорь там вообще правил важную тему скрыл поднял действительно так и есть никакие а мы все за ангелочками у него у него дитя и дал понимаешь она за этого идола готова любого христианина брата разорвать что это нормально что ли камеру ему разбить наговорил слов которых каяться придется ты не входишь в обстановку в эту нельзя так мы с тобой одинаковы здесь меня она просит фотографировать от тебя другое исходит люди другие флиуды придет сочатся но нельзя так она такая ты сколько сейчас слов сказала я же ни одного слова на не сказал и до этого было еще уже в интернете там напал неправильно делаешь неправильно сказала и зачем это нужно ты не чувствуешь человека то нельзя эту дрессировку собак переносить на человека ты должен тонко чувствовать или молчать отойти сторонку она очень внимательная расположена и ты довел сегодня еще вам мог припадок быть какой-нибудь ну все ребята все это нам некогда будет давайте благодарю вас с богом игнать технич вы пробовать читали сегодня да как всегда два дня я два дня у меня мысли два дня я с кем-то общаюсь на какие-то темы два дня назад и все вы полностью по всем прошли в проповеди как будто брали вот и из головы у которой кому-то какого-то в одном информационном поле удивительно какой раз уже десятый раз наверное подряд так десятый раз юрий соболев красноярский он преподает государственной академии в университете и церковной предметрополии ведет занятия и вот горит идем женой разговариваем про ребенка и как бы вопрос возник я прихожу вчера горит ваши не дослушал пропать включаю и прям с первого слова вы говорите ответ мне мне отовсюду говорят как я знать еще не знаю от меня это не зависит я просто молюсь вот представь себе чем я занимаюсь прилетели ко мне дикие голуби 2 кажется я их покормил сейчас кормлю 43 голубя которые прилетают каждый день сыплю им и воробьев около сотни а жуланчики эти большая синица они едят только семечки я сыплю они другие это птицы я сейчас в кустах установил тазик в кустах а туда воробьи не залетает а голуби боятся и сейчас там жуланов как будто вы престольный праздник у них семечек насыпал туда будешь этим заниматься или нет а мне это в радость сегодня в храме в храме ко мне бабушка подошла бабушка и говорит а я вот в интернете смотрела игнатий лапкина в этот а я до этого ей какое-то что-то сказал я не помню что она посмотрели ягод смотрела смотрела у меня много вопросов к вам и мы отошли где-то ну минут десять наверно она горит ну вот смотрите он про серафима саровского что-то горит сказал не то я говорю все то молится ему да да а он говорит не раскольник я говорю нет митрополит не приезжает да потому что так как просто говорит мне так понравился но как мне страшно когда боюсь чтобы горит не попасть я говорю я и сказал есть горо официальные документы все она к нему к не приезжает ну она такая ушла удовлетворенная очень понравилась бабушка какая-то нашла меня сляция была и прям видел там один пишет это секта секта прям тут же комментарий пишем прямом эфире то деньги платят я узнал деньги платят он одно и то же пишет или ругается ему платят деньги заказывают заказное убийство заказное осоромление заказная клевета вообще нам никто не предлагает денег и чтобы кого-нибудь оклевета не не копейки не дают не в том кругу общаетесь ну так вот так мне этот ролик братья посоветуйте удалить сегодня уже посмотрели 4000 человек чтобы не соблазнять сестру сказал где она в кадре вы решит а и все в кадре может там все-таки мелькнула даже не она девочка попадает где а может быть она нигде не попадает да мне чем вырезать я его удалю и все буду я резать из-за нее мне заняться больше не чем что ты спросил я ответил капризный этот ролик у нас есть там и с девочкой из не с девочкой со всеми она ничего не и главное чтобы я не снимал я уже все испортил что-то удивляешься теперь-то ты уже урезал несколько раз и она тебе запретила писать а ты все равно лезешь старайся на глаза не попадать и она меня уничтожает она меня увидит она мужа так не обнимала как меня обнимает а кого смотреть какой ощущала перед нею еще ты так это одни от зависти или делаешь это она не сказал против меня я никогда не подойду против да и против я поблагодарю смотрите туда обнимаетесь тут с одной тоже обнимались я ладно ты меня обнимались а из-за меня маша ушла тоже смотрите все мы как говорится вот не без греха понимаешь это тебя не хватает хромосома одной у тебя нет сочувствия понятия что душа это начинается за тебя отстраняться уходит а тебя даже нужны нету фотоаппарат в рот суешь она поднялась и ушла вместе с ребятишками тебе сегодня говорил это на тебе висит и ты спокойно спишь нельзя это делать бесчувственность это не верим в бога бесстрашие арчина ушла не от того что и на тихонь что я в рот свою фотоаппарат а того что вы с какой сестрой что-то делаете понимаете а чего меня как это рака за камень заводить опять разговариваем заметь я тебе не назвал ни фамилии ничего ты сразу попер и попер ты глупый совсем и я не фамилию ничего не назвал а я что назвал фамилию я говорю ты приноровись к разговору то я не вне имени и фамилии ничего не называют еще тебя тянет за это неправильно делаешь ты тебя уже можно я не фамилию не называю да не фамилию имя назвал сейчас только фамилию там год рождения маленький прислушиваться еще говорят я не называю не имя не фамилию так все пока готовься занятием с богом богом